Наркотики вообще, я их и не видел даже. Ловишь человека на улице, который как-то внешне вызывает подозрения, выбиваешь из него пытками в признании преступления, подкладываешь ему какие-то наркотики, и всё, дело готово. Я, собирав материалы на данных осужденных лиц, пользовался оперативными хитростями. Но со стороны закона, я даю своё слово от лица всего УМВД, что там сидит каждый за своё. Случаи фальсификации, провокации, если посмотреть на практику, мы их увидим, наверное, в каждом составе, который требует палок, так называемой отчётности перед руководством. Сфабрикованные уголовные дела и пытки в полиции, вероятно, не останутся безнаказанными. В Самаре начались суды по искам потерпевших так называемого Большого Самарского дела, самого масштабного в России дела о пытках и фальсификации доказательств полицейскими. В погоне за показателями сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков буквально выбивали из задержанных нужные показания, фабриковали уголовные дела, а потом люди попадали за решётку на сроки от 4 до 10 лет. Потерпевшими от незаконных действий полицейских официально признаны 17 человек. В 2022 году оперативников приговорили к реальным срокам. И вот теперь суды отменяют приговоры тем, кто сидел по сфабрикованным полицейским делам и рассматривают вопрос об их реабилитации и компенсациях. Новый год для Бориса Осташкина начался с отмены приговора. В 2016 году его осудили по сфабрикованному делу о сбытии наркотиков. Осташкин провёл в тюрьме 4 года и 2 месяца. Вот что он рассказал о своём задержании фонду «Общественный вердикт» два года назад, когда суды только начали рассматривать дела против полицейских. Повезли в отдел. Наркотики вообще я их и не видел даже. То есть не то, что мне их не засовывают в карман. Они появились вообще не поймёшь откуда. Я не могу сказать точно. Закупщик, который приходил у меня по делу, когда мы приехали в отдел, спал на диване. Я вообще его принял за сотрудника полиции. Думал, отдыхаю. Шестерых оперативников из Самарского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков признали виновными и приговорили к реальным срокам. В течение двух лет, с 2015 по 2017 год, практически целый отдел полиции занимался фабрикацией уголовных дел, улучшая, в кавычках, показатели по раскрываемости сбыта наркотиков. Добивались признательных показаний, в том числе с помощью пыток, и оправдывали такие методы. Вот что говорил один из бывших полицейских Сергей Хроновский изданию «Важная история». Ну вот официальный мой комментарий, девушка. Я могу так сказать. Да, я, собирав материалы на данных осужденных лиц, пользовался оперативными хитростями. Но со стороны закона, я даю свое слово от лица всего УМВД, что там сидит каждый за свое, каждый за спутник. Следом за Осташкиным сфабрикованный приговор отменили Сергею Юдину. Ему в 2016 году суд назначил 8 лет лишения свободы. Третий приговор Владимиру Баранову, осужденному к 8 годам 5 месяцев колонии строгого режима за сбыт наркотиков, отправили на новое рассмотрение в начале февраля. Вот что говорил Баранов, когда суд рассматривал дело против полицейских. «Теперь, когда за содеянное судят самих полицейских, я испытываю разные чувства. С одной стороны, радует, что маленько в нашем государстве начинает работать правосудие. Все-таки добились и завели уголовное дело. С другой стороны, обидно смотреть на то, что шестой год своей жизни я провожу в тюрьме». Сейчас суды пересматривают дела других потерпевших, а те, в свою очередь, добиваются выплаты компенсации морального вреда. По 500 тысяч рублей за пытки и фальсификацию доказательств полицейскими. Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией адвокат первого отдела Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте. Я понимаю, что первый отдел чаще занимается делами, связанными с госизменой и всякими государственными тайнами. Но, тем не менее, вот эта история, мне кажется, в последнее время может быть и показательной. Я имею в виду историю с фабрикациями уголовных дел. Потому что сначала такую схему, насколько я понимаю, отрабатывали именно на наркотических делах в России, когда нужно отчитываться. Вот есть какой-то план, и давайте отчитаемся. Сейчас такое ощущение, что отчитываются сотрудники Федеральной службы безопасности и различных региональных подразделений этих служб для того, чтобы показать, как мы боремся со шпионами и неверными. И тем не менее, скажите, пожалуйста, насколько легко сейчас в России сфабриковать уголовное дело? И какие статьи, на ваш взгляд, сейчас чаще всего используют для подобных фабрикаций? В России существует ряд составов, которые достаточно формальные, например, вот те же самые наркотики. По ним существует еще и отчетность перед вы считающим руководством. И спортифицировать такие уголовные дела не представляет никакого труда. Мы все помним, как легко было привлечь уголовную ответственность Голунова, которому буквально подбросили наркотики и обвинили его в чуть ли не в изготовлении, и в невзбытии наркотиков в крупном размере. Ведь здесь достаточно у человека найти при себе какой-то ствердок с белым веществом, с какой-то травой, для того, чтобы посадить его на долгие-надолгие годы. Вообще, случаи фальсификации, провокации, мы, если посмотреть на практику, мы их увидим, наверное, в каждом составе, который требует палок, так называемой отчетности перед руководством. Наверное, каждый водитель сталкивался с фальсификациями, с провокациями сотрудников ГИПТД на дороге, которые искусственно заставляли водителей наркотить ПТД, и таким образом отчитывались перед руководством о том, сколько административных правонарушений они выявили. К концу квартала обычно усиливалась такая активность? Да, да. Перед отчетностью им нужно было в определенное время сдавать отчетность, и чтобы ее подбить под конец отчетного периода, они выходили на дорогу и устраивали такие провокации, чтобы улучшить показатели своей работы. Сейчас то же самое происходит с делами, связанными с войной в Украине, как правило, это дела о государственной безопасности. Мы видим огромное количество провокаций по делам о государственной измене, о терроризме, о диверсиях, об участии в деятельности террористических организаций, экстремистских организаций, конфиденциальных сотрудничеств. Здесь, знаете, доказательная база в этих делах, как правило, практически никакая. Это лишь переписка с каким-то человеком, в лучшем случае. И спальсифицировать это, спровоцировать человеком такую переписку очень легко. Ну, например, вам может написать в Телеграме какой-то человек, вести с вами разговоры на общеполитические темы, задавать вам те вопросы, которые требуются для возбуждения уголовного дела, и спустя неделю-две вас могут задержать в каком-нибудь публичном месте, посмотреть ваш телефон, найти эту переписку и привлечь их к ответственности. За то, что вы, например, хотели перейти на сторону врага? Перейти на сторону врага, да, совершить какой-нибудь теракт или диверсию в России, либо все вместе это сделать. В последнее время они вообще, они имеют в виду сотрудники спецслужб, видят идеальную совокупность практически во всем. То есть, если раньше вменяли один состав, то теперь вменяют два, три, четыре, пять, а то и больше составов буквально по одной переписке. То есть, правильно я понимаю, что если раньше, ну вот тем же самарским наркополицейским нужно было прикладывать какие-то определенные усилия для того, чтобы сфабриковать вот это вот уголовное дело, то сейчас для того, чтобы, например, сфабриковать дело, которое так или иначе попадает под уголовную ответственность, там, связанную с государственной изменой, практически и трудиться особенно не нужно. Это все гораздо проще и быстрее штамповать. Я бы не сказал, что и самарским полицейским это было сделать сложно. Ловишь человека на улице, который как-то внешне вызывает подозрения, выбиваешь из него пытками в признании преступления, подкладываешь ему какие-то наркотики, и все, дело готово. Дальше его уже расследуют. Сотрудники ФСБ просто занимаются таким чосом по социальным сетям, по мессенджерам, чосом людей, которые не согласны с проводимой политикой и провоцируют их разговорами на формальное совершение преступления, как они это считают, как считают сотрудники правоохранительных органов российских. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот такой конец истории, как в самарском деле, когда те, кто фабриковал дела наказанные, получили реальные сроки, те, кто по вине этих полицейских, отсидел свои сроки, реабилитированы. Это скорее исключение из правил? Это крайне-крайне редкий случай. То, что это произошло, это скорее можно назвать чудом. Все примерно понимают уровень фальсификации, количество провокаций по наркотическим делам. И единичные случаи по стране, когда за эти действия привлекают сотрудников правоохранительных органов. Если говорить уже о более серьезных делах, таких вот, как связанные с государственной безопасностью, которые ведут сотрудники ФСБ, то в новейшей истории случаев привлечения их за это к ответственности просто нет. Это государственная политика, по этим делам отчитываются перед первыми лицами страны, и сами первые лица страны приводят эту статистику в своих выступлениях. Они фактически оправдывают проводимую политику тем, что в России находятся в кольце врагов, что в России огромное количество шпионов находится и так далее и тому подобное. Эта ведь территорика в речи того же Путина слышна постоянно на протяжении последних 15 лет. Но и в этих обстоятельствах выходит, что вот эта поговорка, что был бы человек, статья найдется, она актуальна как никогда и работает. К сожалению, да. И не просто работает, она набирает обороты. Количество, вот по моим внутренним ощущениям, что количество дел о госизмене, которые так или иначе связаны с провокацией за последний год, это не единичный случай, это десятки. Я думаю, что, наверное, более 40 дел, это, наверное, тот минимум, который связан с провокацией за прошлый год. Дело государственной измене, по которой и сроки предусматривают доп. пожизненного лишения свободы. Вот вы уже несколько раз в течение нашего разговора повторили слово провокация. Насколько я помню, некоторое время назад и пленум Верховного суда Российской Федерации, и даже, по-моему, Европейский суд по правам человека, когда Россия его еще слушала, высказывался на счет провокаций как раз по наркотическим делам, что нельзя привлекать к ответственности человека, что нельзя человека провоцировать, значит, где-то доставать наркотики, получать наркотики, хранить наркотики. Нельзя доводить такие дела до суда, но потому что это просто находится вне правового поля. Сейчас уже речь идет о провокациях, связанных с государственной изменой. И логично было бы предположить, что это тоже делать нельзя, но почему никогда правоохранительные органы, исполнители, особенно не обращали на это внимания? Почему до сих пор для них провокация это одна из самых работающих таких уловок для создания отчетности и новых дел? Есть две причины. Для сотрудников, во-первых, это удобно. Им не нужно действительно ходить, искать тех людей, кто совершает какие-то взрывы в Российской Федерации, там, не знаю, пускает поезда под откос. Им достаточно спровоцировать человека на то, чтобы он пошел сделать вот какое-то предусыдительное деяние и по пути его задержать. То есть когда мы видим, что человека задерживают там по пути на место совершения преступления, это в 90% случаев будет провокацией. Его просто спровоцировали туда пойти, например, что-то сделать, либо даже просто спровоцировали пойти в какое-то место по другим причинам. А остальное уже сотрудники допишут. А во-вторых, почему это возможно? Потому что судебная система никоим образом не препятствует привлечению людей за провокации. Все прекрасно в процессе понимают, что привлекаемое лицо — жертва провокации. Здесь не нужно иметь семи пяди во лбу, здесь не нужно быть лингвистом для того, чтобы просто прочитать переписку между ними и увидеть, что человека спровоцировали. Ему первому написали. Сами вот эти лица, которых сотрудники ФСБ называют представителями иностранного государства, они сами начали разговор на эту тему. И эти же лица сами же предложили совершить какое-то предусудительное деяние. Человек сам активно ни с кем не связывался. Он не пытался что-то сделать, он не искал способы совершить преступление. Его просто провоцируют, провоцируют на это. И суды закрывают глаза. Они, конечно, закрывают глаза. А почему? Слабак сам виноват? Или не хотят связываться в данном случае с Федеральной службой безопасности? Или что? Или просто по привычке не разбираться? Ну, принесли дело, что-то расследовали, нужно уже отштамповать и дать сколько-то. Ну, потому что, к сожалению, судей, фактически именно судей, в том понимании, в котором они должны быть, в российском правосудии практически не осталось. Сейчас судья — это секретарь Мантии. Все, что он делает, он занимается оформлением тех материалов, которые ему принесли. Если, не дай бог, он посмеет принять какое-то несогласованное самостоятельное решение, последуют неопротивные для него последствия. Это и проблемы в каком-то карьерном росте. Это вообще вопрос о том, останется ли он в дальнейшем судьей или нет. Ведь квалификационные комиссии судей налево и направо лишают статуса в суде тех, кто, скажем, не следует курсу партии. Они прекрасно, а тем более по делам, связанные с какими-то государственной безопасностью, они понимают, кто они, а кто сотрудники ФСБ, которые принесли им материалы. Ведь сотрудники ФСБ, они занимаются, ну, по сути, согласованием на должность каждого судьи в Российской Федерации. То есть это их руководители, фактически судьи, без согласования ФСБшников, никто не сможет стать судьей. Ну, а тем людям-то, которые попали под этот каток, которых или спровоцировали, или объявили просто буквально виновными в каком бы то ни было преступлении, или связанном с госизменой, или в том же наркотическом каком-то преступлении, им насколько, невиновным я имею в виду, насколько потом тяжело отмыться от этого, и каков процент, примерно, людей, которые в конечном счете добиваются реабилитации и оправдания? По делам, связанным с госбезопасностью, такой процент ноль. После начала войны и приговоры, если мы посмотрим на сроки, которые стали назначать, они тоже попали куда-то очень высоко. То есть, если раньше зачастую давали нижнейшего, то теперь средняя температура по больнице 12-15 лет лишения свободы, если только дело одно в государственной измене. Мы уже видели первые пожизненные сроки, опять же, совершения государственной измены, правда, в отношении тех, кто не находится в России, заочные приговоры. Ну, а у тех, кто по общеуголовным статьям проходит все-таки больше шансов добиться реабилитации в случае незаконного привлечения их к уголовной ответственности? Да, здесь есть, по крайней мере, гипотетические шансы добиться реабилитации, но, как правило, эта реабилитация, она является следствием привлечения вот этих преступников в погонах, кто занимался провокациями. Опять же, это очень сложный процесс, который требует неимоверного количества усилий, привлекаемого к ответственности лица, неимоверного количества адвокатской работы и еще, давайте признаемся честными, доли везения. Да, и только после того, как найдут виновных полицейских, только после того, как вынесут в отношении них приговор, возможно, встанет вопрос о реабилитации человека, а не то, чтобы его сразу же тут же отпустят на волю. То есть, как правило, они свой срок-то отсидят от звонка до звонка, эти люди. Ну вот, Самарское чудо, в другом его просто не назвать, ведь если обратиться к тем, кто сидит, к тем, кто добивался своей реабилитации, сколько лет они провели в колонии? 5, 6, 7? 8, максимум 8, по-моему. Ну, это больше, чем 10% жизни среднестатистического человека. Это при сроках, которым давали до 10 лет лишения свободы. То есть, многие, наверное, из этих людей даже уже освободились, и никто им, никакие компенсации, они в России, как правило, копеечные, не восполнят ту часть жизни, которую они провели в пыточных условиях за решеткой. Ну, здесь важен еще, помимо всего прочего, сам факт. Ну, для невиновного человека, чтобы государство во всеуслышание признало, что агенты этого государства были неправы, что они преступники. И, простите, мы больше так не будем. Хотя, наверное, будут еще. Да, спасибо большое. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов был на связи с программой «Человек имеет право». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова